Без сигареты ты можешь больше. В Сочи сегодня прошли первые антитабачные игры. В Эстасадке в этом году отремонтируют дорогу. Об этом стало известно на встречу мэра с жителями поселка. На приюте Фишт организуют раздельный сбор мусора. Это очередной этап проекта «Чистые горы Кавказа». Ты нужен Кубани. Ярмарку вакансий под таким названием центр занятости провел сегодня для школьников. Создание мусора перерабатывающих заводов и развитие альтернативной энергетики. Шведский бизнес заинтересовался инфраструктурными проектами на Кубани. Сегодня в Стокгольме ряд деловых встреч провел губернатор Краснодарского края. Венемин Кондратьев обсудил возможное сотрудничество с главой инвестиционного фонда «Райс Кэпитал» Карлом Мерлингом. В первую очередь говорили о государственно-частном партнерстве в области утилизации мусора. В Швеции практически все бытовые отходы отправляют на переработку или сжигают для получения энергии. Час контроля для кубанских чиновников. Венемин Кондратьев накануне проверил, как исполняют его поручения в муниципалитетах. В совещании, которое провел глава региона, приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств края по видеоселекторной связи главы районов. Так не спешат исполнять поручения в Новопокровском районе. Там затянулось благоустройство парка в одной из станиц, а также строительство спортивной многофункциональной площадки. Продолжить тему наши краснодарские коллеги. Бескрайняя леса и тишина – лишь прерывающаяся пением птиц. Мечта миллионов туристов, которые ежегодно приезжают в Краснодарский край. Сегодня леса занимает больше 20% территории региона. Ими покрыто более полутора миллионов гектаров. Но вместо деревьев иногда на этих участках, как грибы, растут жилые дома и особняки. Незаконно. Сегодня на совещании вопрос застройки земель лесного фонда обсуждается в числе первых. Вениамин Кондратьев поручил подготовить список лесных массивов, где уже начали возводить объекты капитального строительства. Затем этот документ будет направлен в краевую прокуратуру. Некорректно, когда лесной массив и вдруг там вкрапление в виде чего-то особняка. Но если они были единичные, и то это недопустимо. Но я смотрю, это уже не единичные случаи. То, что рядом с Геленджиком, там была проведена претензионная работа и поданы иски в суд. Один коттедж и домовладение находится в настоящий момент уже в землях и населенных фондах, другой лесной фонд. Но, тем не менее, возводились они тогда, когда это был лесной фонд. А когда они окатались в землях населенного фонда? Вы только себе представьте, насколько масштаб вакханалии, если под конкретный особняк генплан муниципального образования корректируется. Что же там за такие небожители-то поселились? Про мониторки и все побережье. И в целом там, где у нас лесные массивы, они должны оставаться лесными массивами. Лесными массивами, где могут просто приходить и гулять люди или ходить в походы. Работа должна быть жесткой и беспощадной. Затем, как исполняет поручение губернатора, следит профильное управление. На традиционном часе контроля Максим Туровец озвучивает те районы, в которых срок поставленных губернатором задач давно истек. Больше всего вопросов на совещании возникло к Новопокровскому району. Шесть невыполненных поручений от строительства спортивной многофункциональной площадки до благоустройства парка в одной из станиц. Проблемы были бы давно уже решены, если бы чиновники на местах вовремя подготовили необходимые документы. Было поручено провести работы по благоустройству парка в станице Новопокровской. Из бюджета в рамках госпрограммы это формирование комфортной городской среды на работу выделялось почти 18 миллионов рублей. Но в связи с отрицательным заключением и доработкой проекта документации и риском неосвоения денежных средств, администрация отказалась от субсидий. «Сколько проект стоит у вас? Проект сколько стоит? Вы даже этого не знаете. В общем, вопрос. Я думаю, кто вам это писал, он и умеет максимально писать, оправдывая свое бездействие или бездеятельность. А вы не вникаете, вы даже не знаете, сколько стоимость проекта, который вам нужно достать, выложить и сделать. Вот тогда разберитесь, кто конкретно, вот тот, кто пишет романы с определенными кадровыми выводами. Хватит эти жвачки жевать. Стыдно перед населением, стыдно перед людьми. С их подходом жизни человеческой не хватит, чтобы обещания вот такие горе-чиновники выполнили». Вениамин Кондратьев напомнил главам муниципалитетов, что с выполнением его поручений нельзя затягивать. Это касается руководителей всех уровней и ведомств. При любой заминке не сидеть сложа руки и прорабатывать проблему в ручном режиме. Это должно стать принципом работы кубанских чиновников. Одним из вопросов совещания стало строительство учебных заведений. В некоторых муниципалитетах пришлось перенести сроки. Так случилось в Краснодаре. Максим Туровец напомнил, что по поручению губернатора участок по проспекту имени Константина Образцова в фестивальном микрорайоне был определен под строительство блока социальных объектов. Но начать возведение школы и детского сада не могли долгое время. Землю возвращали в собственность муниципалитета. Как обстоит ситуация сегодня, рассказал мэр города Евгений Провышов. Когда построите и выполните поручения губернатора? Детский садик построен. Земля через две недели закончит формироваться. И сразу я начинаю проектировать туда общеобразовательную школу на 1100 мест. Рассчитываю, что в январь-февраль следующего года мы получим уже экспертизу. Мы сможем в следующем году приступить к строительству школы. Да, однозначно. Евгений Провышев, это персональное поручение лично вам, чтобы в следующем году мы приступили там к строительству школы. Все. Я еще раз подчеркнула, Алексеевна, он сказал, сможем. Ускоряйтесь, как можете, в следующем году мы вместе с вами начинаем строительство школы. Вот как только экскаватор первый ковш черпнет, вот я приеду на этот момент. На совещаниях такого формата губернатор с руководителями муниципалитетов и профильных ведомств в деталях разбирает, где и как выполняет поставленные им задачи. Следующий традиционный час контроля Вениамин Кондратьев проведет ровно через месяц. Яна Бузычкина, Артем Лычко, Евгений Береснев, Кубань-24, Краснодар. Насколько кубанские льготники обеспечены лекарствами, об этом говорили в краевой администрации. Селекторное совещание с муниципалитетами провела вице-губернатор Анна Менькова. На связь вышли кураторы соцблока, на местах и главные врачи медучреждений. На сегодняшний день больше миллиона жителей региона имеют право на социальные выплаты. И половина из них – люди с ограниченными возможностями здоровья. По закону им предоставляются льготы из федерального и краевого бюджетов. Однако многие выбирают деньги вместо положенного набора ежемесячных лекарств. Пренебрегая федеральной помощью, такие льготники приобретают медикаменты за счет региона. А это создает нагрузку на кубанский бюджет. Ежегодно из казны выделяют дополнительно 3 миллиарда рублей. Но при этом страдают и те, кто рассчитывает вовремя получить нужное лекарство, отмечает Анна Менькова. Коллеги, абсолютно четко мы должны проработать с вами и разработать Минздравбожный механизм, при котором мы должны донести до населения все риски, связанные с тем, если человек берет льготу, отказываясь таким образом от лекарственного обеспечения. Страдает население, потому что они не получают лекарства. Это вот принципиальный момент. И нам нужно проработать здесь механизмы. Кроме того, закупки для льготного обеспечения стали проводиться централизованно. По региональным регламентам, при которых обязательное условие – это референтная цена. Мы вместе с финансовым блоком эту проблему разбираем с начала года. И нам сказать, что предприняты ряд мер, чтобы нормализовать процесс закупок, сделать более уверенным, точным. Принято решение у всей департамента по регулированию контрактной системы. Заместитель губернатора подчеркнула, врачи должны находить персональный подход к каждому пациенту. Именно от этого зависит правильная и своевременная медицинская помощь. И тогда поводов отказаться от льготных лекарств не будет. Сегодня Международный день отказа от курения. Именно к этой дате в Сочи приурочили первые антитабачные игры. Курильщики могли посоревноваться в силе и скорости с горожанами, которые ведут здоровый образ жизни. Отмечать день без табака начали с зарядки. Провели ее прямо в центре города. Молодежь размяла мышцы и присоединилась к антитабачному шествию, которое прошло по улице Новогинской. Ребята призвали прохожих не вредить своему здоровью и в целом экологии города. В городе курить не модно. Мы хотим дышать свободно. Финишировало антитабачное шествие на площади Флага, которое сегодня превратилось в спортивную площадку. Здесь участникам антитабачных игр, а им мог стать любой желающий, предлагали посоревноваться в армрестлинге, подтянуться на турнике и поднять штангу. Как оказалось, свои физические данные решились продемонстрировать только не курящие. Пулически не готовы к таким нагрузкам. У них, во-первых, отдышка, слабая выносливость из-за курения. Легкие начинают гнить из-за этого. Это очень мешает спорте. Легкие дыхания, собственно. Задыхаешься, когда, например, бегаешь или тренируешься. Выносливость падает очень сильно. Лучше кушать бананчики, чем курить и пить. Мне как бы родители запрещают курить. Я не люблю обманывать родителей. Ну и в общем это вредно. Вредит здоровью. А здоровье для меня главное. Из-за курения уже всякие боляшки появляются. Там рак гути, рак легких, там почек и так далее, горло. И запахи все эти вот. Сколько пообщаешься. Разные там моменты такие бывают. Главная цель первых сочинских антитабачных игр – помочь отказаться от вредной привычки. В целом, акции по борьбе с курением в Сочи начались еще 10 лет назад, когда город принял хартию Сочи без табака. Положительный результат подтвердился и сегодня. Утром получили сообщение о том, что Сочи оказывается признан один из самых трех лучших комфортных городов для не курящих. Соответственно, мы понимаем, какой чистый воздух, какой прозрачный воздух, какой бездымный воздух находится в нашем городе. Поэтому я очень хочу поздравить всех наших сочинцев, всех наших гостей с нашими первыми сочинскими антитабачными играми. И призвать присоединяться к армии, бросающей курить в этот день во всем мире. Антитабачные игры сегодня прошли во всех районах Сочи. В Косте, например, всем решившим бросить курить, предлагали забить на сигарету и выдавали молоток и гвозди. А еще на всех площадках игр можно было проконсультироваться с врачом и узнать оптимальный способ бросить курить. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 1 июня в Сочи малооблачная температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24, днем 25, 27 градусов выше нуля. Сегодня последний день весны, а уже завтра в силу вступает жаркое лето и целый набор нового введения. 1 июня вступает в силу закон об отмене внутрироссийского роуминга. С этого дня все входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на территории всей страны. Цена на СМС, исходящие звонки и мобильный интернет сохранится в рамках того пакета услуг, которым пользуется клиент. Фактически российские операторы отменили роуминг еще осенью. Исключением тогда стал только Крым. Как раз его операторы и присоединяются сейчас к отмене национального роуминга, сообщает ТАСС. Второе новшество для автовладельцев. Если между потерпевшим и страховщиком возникают противоречия по ОСАГО, то с 1 июня до подачи иска в суд их обязательно будет рассматривать финансовый омбудсмен. Он разбирает споры на сумму до полумиллиона рублей, и его решения обязательны для исполнения, но могут быть оспорены в суде. Обращение к омбудсмену для граждан бесплатно, а вот страховщики будут платить за рассмотрение каждой жалобы 45 тысяч рублей, если решения примут в пользу клиента. Также с 1 июня вступает в силу и другие изменения закона об ОСАГО. Водители смогут оформить ДТП без участия полиции, даже если в аварии участвовала машина, зарегистрированная за рубежом. Также расширяется список тех, кто имеет право на компенсации. Теперь на них могут претендовать наследник или представитель потерпевшего по доверенности. Нововведения коснутся и автотюнинга. Чтобы начать модернизацию своей машины, с 1 июня россияне должны будут получить разрешение в ГАИ. Для этого нужно предоставить целый пакет документов, в том числе предварительное заключение технической экспертизы. Получить его можно в одной из испытательных лабораторий. 1 июня вступает в силу закон, который расширяет возможности россиян распоряжаться имуществом после смерти. Во-первых, теперь супруги смогут составить совместное завещание. Оно определит, что, кому и в какой последовательности перейдет. При разводе такое завещание утратит силу. Во-вторых, россияне теперь могут заключать наследственный договор. По нему наследники берут на себя обязательства перед составителем завещания. Например, должны будут ухаживать за ним. Составитель в любой момент может отменить договор, но тогда ему придется возместить другой стороне все траты. Чтобы не допустить злоупотребление и совместное завещание, и наследственный договор заверяет только нотариус. А подписание документов будут записывать на видео. А в новостройках появится газовая сигнализация. С 6 июня вступает в силу новый свод правил проектирования систем газоснабжения в жилых домах. Устанавливать газоанализаторы будет застройщик. Кроме того, документ прописывает требования к размеру и оборудованию кухонь, где установлены газовые плиты. Также с 6 июня магазины не смогут возвращать производителям непроданные продукты, если срок их хранения меньше 30 дней. В основном это свежее мясо и рыба, молочная и кондитерская продукция, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Раньше торговые сети нередко по договору забирали продукцию, а потом ее возвращали, не оплатив. Тем самым перекладывали на производителей свои риски. А те, в свою очередь, несли убытки. Нововведения должны защитить как производители, так и потребители. Ведь запрет на возврат продуктов может подтолкнуть магазины, снижать цены для привлечения покупателей. Веста-Садке в этом году отремонтируют дорогу в рамках федерального проекта. Об этом стало известно на приеме граждан, который провел глава Сочи. Уже завтра в Веста-Садке начнется ремонт улицы Гаражная. Менять асфальт будут в рамках федерального проекта безопасные и качественные дороги, рассказал жителям поселка мэр Сочи на сходе граждан. Каждый год нам выделяется 830 миллионов рублей на ремонт дорог, на реконструкцию дорог и на строительство новых дорог. Это очень хорошая программа. Это национальный проект. Не только там полотно ремонтировать, а делать тротуары, делать освещение. Поменять асфальт на гаражные обещают за месяц. Еще три улицы по этой же программе отремонтируют в Красной Поляне. Это Очишковская, Защитников Кавказа и Вознесенская. Также на сходе граждан обсуждали и проблемы общественного транспорта. Цена автобуса сняли нам 63-й. Ставят 163-й нам автобус, который вместо 30 рублей стал 35, а теперь в этом году 39 рублей. Речь идет о том, что маршрут был 63-й городской, стал 163-й, это перегородный. Речь идет о том, что два поселка – Красная Поляна и Эстасадок. Соответственно, в соответствии с федеральным 220-м законом, если идет автобус из поселка в поселок, то он не может быть городским, он перегородный. Отсюда и складывается такая цена за проезд в автобусах из Эстасадка в Красную Поляну. Подытожил руководитель управления транспорта. На приюте в Фишт организуют раздельный сбор мусора. Это очередной этап проекта «Чистые горы Кавказа». Он стартовал ровно год назад. Это совместный проект Сочинского отделения Русского географического общества и Кавказского государственного заповедника. Цель проекта «Чистые горы Кавказа» – научить сочинцев и курортников правильно разделять мусор. Для этого проводили всевозможные уроки и лекции в целом 52 обучающих занятия под названием «Мир без мусора разделяй с нами». Юным эко-волонтерам рассказывают о повторном использовании сырья. Та же пластиковая бутылка, когда ты им показываешь, что из двух бутылок можно сделать такой красивый шейный платок, например, или флисовую курточку, или велосипед. Они вот видят это предметно уже. И таким образом у них появляется мотивация участвовать. И по школам в результате были установлены контейнеры для макулатуры. То есть мы потихонечку возвращаемся все-таки к тому, что уже у нас прекрасно работало на территории Российской Федерации. Такую же информацию получают туристы, отправляясь в горы и посетители рекреационных объектов, на территории которых установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Такие баки есть и со Самшитого рощи, и в вольерном комплексе на Краснополянской Лауре. А начался проект с исследовательской деятельности. Другими словами, пришлось покопаться в мусоре, чтобы понять, что именно оставляют в заповеднике. Ученые проанализировали результат и решили превратить мусор в ресурс. Эта работа только начата. И у нас в этом году в планах организовать раздельный сбор на приюте Фишт. Это у нас посещаемая точка заповедника. И там очень большое количество отходов. Ежегодно мы вертолетами оттуда вывозим. Поэтому задача и уменьшить и объем, и объяснить людям, ну как они вообще должны обращаться. Положительным опытом раздельного сбора мусора заинтересовался Сочинский национальный парк. Поэтому проект «Чистые горы Кавказа» будет работать на курорте. И дальше он стал частью общегородской программы по сортировке отходов. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Глава Сочи встретился с выпускниками вузов, среднеспециальных и учебных заведений. И работодателями решали вопрос трудоустройства молодежи. Возможность заработать в Сочи есть всегда, отметил мэр. Подтвердили это и работодатели. Для этого необходимо быть эффективным работником. Но и этому ребят готовы обучить в городских организациях. Об условиях работы и вакансиях рассказали представители местных отелей, банков. Трудоустроить молодых специалистов готова и служба судебных приставов, и четвертая горбольница. Свои предложения озвучил на встрече «Иводоканал». Это на данный момент очень актуально, так как многие студенты не знают, куда устроиться. А сейчас это мероприятие дает огромные возможности для наших всех студентов города найти себе какой-то заработок. Может быть, они увидят себя в этой сфере и в дальнейшем вообще отучатся на каких-то высших учреждениях, на такие профессии, на которые им сегодня предложат. Важно, чтобы молодые специалисты имели возможность построить карьеру именно в родном городе, подчеркнул Анатолий Пахомов. Обращаясь к работодателям, глава города отметил предложение о вакансиях. В первую очередь нужно озвучивать выпускникам сочинских вузов. Для этого необходимо чаще встречаться. В Сочи тысячи рабочих мест, но зачастую они заняты иногородними, за счет которых население города за последние пять лет увеличилось на 200 тысяч человек. Курорт привлекает жителей всей страны. Он привлекательен своей чистотой, своей красотой, своей ухоженностью. Экология хорошая. Но ведь это все можно в один момент потерять. Вдруг случится так, что и цветы перестанут сажать, и перестанут город мести, и мусор вывозить из города перестанут. Все же так может быть. Так же было. И вывод такой. Вы молодое поколение. И впереди вы должны вот это все счастливое строить. И поэтому вы должны создать эти предпосылки до достойного будущего Сочи. В Сочи создан Центр трудоустройства молодежи «Цитрус». Он совершенно бесплатно помогает студентам и школьникам найти свою первую работу. База данных, благодаря соглашениям с городскими предприятиями, постоянно пополняется новыми вакансиями. Организация решает сразу две задачи. Трудоустраивает молодежь и обеспечивает бизнес перспективными кадрами. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». «Ты нужен Кубани» – ярмарку вакансий под таким названием провел сегодня Центр занятости населения в рамках краевой акции. Ярмарки рабочих мест «Ты нужен Кубани» сегодня прошли во всех районах города. Здесь представлены вакансии для подростков, места для работы на летних каникулах. Летом, чтобы не проводить свое время пустую, лучше поработать, я не знаю, для себя. Денежки лишним не бывают. Собираемся летом работать. Почему? Ну, чтобы получать деньги, соответственно. Нужны командные деньги. Какой-то стаж определяется. Ну, чтобы какой-то опыт получить. Заработать хочется, чтобы у родителей меньше просить. Ну и как-то опыта набраться. Сегодня в своей вакансии предложили 10 работодателей. Это санатории и отели курорта, дом культуры и эколого-биологический центр. Ребята могут занять должности рабочего зеленого хозяйства, культорганизаторов, подсобных рабочих, уборщиков территории, стать помощниками секретаря, официанта или администратора. С 14 лет уже несовершеннолетний, имея на руках паспорт, может обратиться в Центр занятости населения за предоставлением временного трудоустройства. Наши несовершеннолетние, помимо зарплаты работодателя, получают еще и поддержку от нас в этом году в размере 2250. Если несовершеннолетний работает полный месяц, конечно же, зависит от организации, где он будет работать, от количества времени. Ну, в среднем подросток получит 1015. Добавлю, что сегодня в рамках краевой акции «Ты нужен Кубани» с ребятами была проведена профориентационная работа и предоставлена информация об их трудовых правах. В Сочи завершился Кубок России по легкой атлетике. Это второй по значимости национальный турнир по этому виду спорта. Краснодарский край на соревнованиях представляли 60 спортсменов. Несмотря на высочайшую конкуренцию, они одержали победу в командном зачете, обойдя соперников из Подмосковья и Санкт-Петербурга. В личном зачете на счету нашего региона 18 наград – 5 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. Ну и еще одна интересная новость. Сочи – город для блондинок. Таковы результаты опроса в соцсетях. Его провел российский сервис бронирования жилья. Пользователей спросили, отдыхать в какие города России с удовольствием едут блондинки, а в какие брюнетки. Опрос приурочили сразу к двум праздникам. Всемирный день блондинок отмечается 31 мая, день брюнеток – 28 мая. Так вот, выяснилось, что блондинки больше всего любят отдыхать в Сочи, а брюнетки – в Ялте. По результатам исследования в топ городов у блондинок также вошли и Санкт-Петербург и Анапа, у брюнеток – Санкт-Петербург и Геленджик. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok